Кто виноват в смертельном ДТП на Октябрьском проспекте? Пьяный квадроциклист докатался. Вторая жизнь водителя Камри и абарийный маневр черной приоры. Привет, друзья! Это место происшествия. Мы собрали для вас лучшее видео и новости к этому часу. Ну а кому покажется мало, милости просим к нам в соцсети. У нас есть группа ВКонтакте и Телеграм-канал. Сегодня следователи возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего водителя «Десятки». Вчера вечером на Октябрьском проспекте он врезался в «Фольксваген Поло». От удара погибли два пассажира ВАЗа и еще пять человек пострадали. Наши корреспонденты побывали на месте происшествия и узнали подробности. Вот кадры самого столкновения. Видно, как водитель «Десятки» не входит в поворот и на встречке врезается «Фольксваген». Машину автора видео задело лишь осколками. Столкновение оказалось трагичным. По данным ГИБДД погибли два пассажира «Десятки» — 40 лет и 51 года. Один из них скончался на месте, второй после того, как его погрузили в машину реанимации. 33-летний водитель ВАЗа получил серьезные травмы. Пострадали также и люди в иномарке, несмотря на сработавшие подушки безопасности. Это 11-летняя девочка, 40-летняя женщина и 45-летний водитель. Вот он рассказывает о деталях аварии. Как это произошло? Стоял на месте, а он меня врезал с улицы. У вас в автомобиле кто-нибудь пострадал? Да вон, что, весь синий камень. Тем временем сотрудники МЧС извлекали из салона «Десятки» вероятного виновника. Врачи на месте оказывали ему помощь рядом с оскореженным автокапельница и каталка. О силе удара и травмах водителя можно судить по застывшей стрелке спидометра напротив цифры 110. Что стало причиной такого резкого маневра на такой скорости, пока никто не знает. По словам очевидцев, сразу после ДТП один из выживших пассажиров «Десятки» рассказал, что вся компания ехала в сауну. Судя по этим бутылкам водки и пива, без спиртного не обошлось. Пока же полицейские возбудили в отношении водителя «Десятки» за смертельное ДТП с двумя погибшими. Уголовное дело по части 5-й, 264-й статьи. Но квалификация может измениться. Сейчас следователи ждут результата экспертизы на состояние опьянения водителя «Десятки». Материалы из медучреждения поступят к ним через несколько дней. Если итог теста окажется положительным, то дело переквалифицирует на шестую часть ответственность от 8 до 15 лет лишения свободы. Сергей Пичугин, Павел Москвин. Место происшествия. За полтора часа до трагедии на Октябрьском проспекте на улице 4-й пятилетки не справился с управлением и опрокинул свой квадроцикл. 64-летний мужчина, он врезался в бордюр и упал с байком. А позже уже в патрульной машине лихач отказался от освидетельствования на алкоголь. Вот такие пьяненькие люди ездят. О том, с каким удовольствием немолодой дядя катался на взрослой игрушке, по ямам можно оценить по видео от очевидцев. Днем они сообщили о нетрезвом лихаче в полицию, а вечером тот устроил ДТП. Необычным способом встретил рассвет на улице Солнечной водитель Камри. Правда, романтики здесь мало. По словам очевидцев, он врезался в бетонный столб на скорости примерно 200 км в час. По данным ГИБДД, авария произошла в 4.35 утра напротив дома номер 31 по улице Солнечной. 26-летний водитель Тойоты не справился с управлением, протаранил опору уличного освещения. В итоге машина и столб в тотал. Водитель и 35-летний пассажир выжили последнему. Медики оказали помощь. Редкие происшествия для поселка Верхошижимье. ДТП с пострадавшими. Столкнулись три легковых автомобиля. Больше информации в нашем обзоре. По данным ГИБДД, авария произошла 4 апреля в 16 часов на улице Кирова в Верхошижимье. Столкнулись ВАЗ-2115, Пассат и Тойота Карина. Пассажирка Фольксвагена обратилась за помощью медиков. Недалеко от Казанского поворота лось внезапно выбежал на дорогу и его сбил водитель Митсубиси. Животное погибло на месте, а молодой человек за рулем иномарки отделался гематомой. Участник ДТП на улице Комсомольской разыскивает свидетелей и очевидцев. Это случилось около 8.20 утра у дома номер 10. Столкнулись Ауди и Солярис. По словам водителя Хёнде, у владельца Ауди не было страховки, только договор купли-продажи. Стороны договорились, что водитель немецкого седана на центральном рынке отдаст деньги за ремонт Соляриса. Но, вероятно, виновник придавил на гашетку и уехал. На рынке его не оказалось. Телефон для очевидцев вы видите на экране. Сергей Пичугин, место происшествия. Задним ходом пытался выехать со двора. В Кирове по улице Ленина водитель черный приор. И поначалу все шло хорошо, но в конце маневра водитель поторопился и зацепил припаркованную легковушку. Яркие огни сигнализации он явно заметил, но останавливаться не стал и уехал. Сейчас девушка, водитель пострадавшей легковушки, разыскивает очевидцев и надеется на сознательность виновника ДТП. Ну а теперь топ народных видео. Как аккуратно повернуть налево и справа ряда, знает нарушитель на пазике. На перекрестке улиц производственной еще раз хитрец решил не отставать от графика движения и на аварийной сигнализации развернулся у пешеходного перехода. 25-50-50. Имеется противопоказание. Проказу артисту специалистам. В лицензии ЛО 430102869, выдано 19 сентября 2018 года. Министерством здравоохранения Кировской области. Авторадио. Авторадио. Вы смотрите, все еще. Так катается, значит еще штраф не получал. А на улице Карла Маркса водитель автобуса напугал владельца регистратора, когда чуть не выбил его на встречную полосу. Он резко решил объехать припаркованный внедорожник и не сразу посмотрел в зеркало заднего вида. Как выяснилось, размер зеркала, если в него не смотреть, никак не влияет на безопасность. Сразу два нарушения за 30 секунд наблюдали очевидцы на улице Щерс. Сначала водитель Газели торопился и проехал на запрещающий сигнал светофора, а затем шофер на микроавтобусе едва не сбил пешехода. Для полной картины не хватало увидеть гонщика на встречной полосе. По старым правилам решил проехать перекресток улицы Ленина и современной водитель Мерседеса. Он встал в правый ряд и поехал прямо, хотя можно было только направо. Лучше ездить по знакам, чем доверять интуиции. И на этом у нас все. С вас подпиской лайк, с нас еще больше интересных видеороликов и новостей. Кстати, по этому номеру и почте вы можете прислать свои видео. Будьте внимательны и осторожны. До свидания.